Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Молодым везде у нас дорога. В Заречном создается новый совещательный орган при собрании представителей – городской молодежный парламент. Это площадка для молодых людей, для того, чтобы они себя могли проявить. А мы вместе с ними формировали молодежную политику. Восстановление исторического памятника. Начался капитальный ремонт первой Зареченской школы. Предусмотрено 4440 квадратного фасада мокрой системы кровли, 1500 квадратов, ну и порядка где-то 900 квадратов ПВХ со сменой окон. Спасение утопающих – дело рук профессионалов. На лесном пруду прошли тактико-специальные учения по оказанию помощи людям, терпящим бедствия на воде. Оценка за тактико-специальные учения удовлетворительная. Действия служб были слаженными и реагировали оперативно. И теперь об этих и других новостях подробнее. Начался капитальный ремонт первой Зареченской школы. Здание на проспекте Мира было построено почти 60 лет назад. Сейчас это гимназия номер 216 дедакт, но в первые годы своего существования она официально называлась школа номер один. Ремонт затронет не только внутренние помещения основного здания и пристроев, но и фасад. Строители обещают сохранить уникальный облик здания, построенного в стиле русского классицизма. Елена Степкина с подробностями. В августе у гимназии 216 дедакт будет новый облик. Над его созданием сейчас активно трудятся специалисты строительных организаций. Генеральный подрядчик – пензенская компания, мастерская архитектуры. В данном контракте у нас предусмотрено 4440 квадратных фасадов мокрой системы, кровлей, 1500 квадратных, ну и порядка где-то 300 квадратных ПВХ со сменой окон. Деньги на приведение в порядок старейшей школы города выделены в рамках реализации областной программы капитального ремонта общеобразовательных организаций. Работы проводятся на условиях софинансирования. 12 миллионов рублей предоставлено из регионального бюджета и 5 из местного. Если будут возникать какие-то дополнительные объемы работ, мы уже будем предусматривать средства из бюджета города. Также мы понимаем, что мы не останавливаемся с капитальным ремонтом этого образовательного учреждения. Мы продолжаем и планируем работу на следующий год. Если в этом году мы выполняем работы снаружи, то на следующий год мы планируем работы внутри здания. Ремонт строителей начали с утепления здания. Работы ведутся и на основном корпусе, и на пристроях. Пока специалисты не трогают только фасад. К нему приступят в последнюю очередь. Задача рабочих – сохранить уникальность здания. Там лицевые декоративные элементы. Мы их, конечно, будем сохранять, реставрировать. Там, конечно, мы их специально оставили уже на летний период, когда у нас уже не будет ни дождей, и уже температура будет уже, как говорится, позволять. Ну и ребята уже, как говорится, уже руку набьют. То есть у нас уже будет всегда в решении, понимание. Цвет основного здания строители сохранят. В такой же гамме будут и пристрои. Их планируется сделать чуть ярче главного корпуса. В настоящее время на объекте трудится порядка 40 человек. Но, по словам главного инженера мастерской архитектуры, со временем число рабочих будет увеличено до 80. Весь запланированный объем работ им необходимо выполнить к 1 августа. Елена Степкина, Андрей Яркин, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы могут принять участие в создании логотипа праздничных торжеств, посвященных 60-ти летию Заречного. Юбилейный день рождения город отметит в 2018 году. Глава города объявил конкурс на лучший логотип юбилея. Об этом Олег Климанов сообщил в своем блоге. Победитель получит в награду памятный сертификат, подтверждающий его авторство. Церемония награждения пройдет на главной площади города в день празднования юбилейного дня рождения Заречного. Проекты логотипов принимаются до 18 июня. Присылать их нужно на электронную почту зар60собаколист.ру. Организация торжеств, обеспечение безопасности горожан во время праздника и необходимая материальная база. Эти три вопроса обсудили участники Оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Заречном Дня России. Основные мероприятия в рамках главного государственного праздника страны состоятся 12 июня на площади Ленина. Концертная программа «Россия – сердце земли моей» рассчитана на два часа. Перед горожанами выступят воспитанники детско-юношеского центра «Юность», творческие коллективы. Самой зрелищной частью праздника станут показательные выступления силовиков. Мероприятие будет, мероприятие обещает быть интересным, потому что показательные выступления всех наших структур, отвечающих за безопасность. И детей много будет, и со спортивными номерами, и с творческими номерами. Я думаю, что, конечно, родители будут основными зрителями. И приглашайте тех, кто с дачи уже приедет или не поедет, чтобы они знали, что в нашем городе это будет, и приходили. Праздник продолжится в Центральном парке культуры и отдыха Заречья. Там будут работать аттракционы и торговые ряды. Обращаю ваше внимание, что в связи с проведением торжеств в честь Дня России 12 июня с 15.30 до 18.00 часов будет закрыто движение по проспекту 30-летия Победы от перекрестка с улицы Комсомольской до пересечения с улицы Ленина. Соответственно, изменятся и маршруты движения общественного транспорта. Молодежный парламент планируется создать в Заречном. Он станет совещательным органом собрания представителей города. Предполагается, что участниками молодежного парламента станут 24 зареченца в возрасте от 14 до 35 лет. Школьники, студенты, работники производственного объединения «Старт» и других предприятий и организаций города. 8 июня с кандидатами в члены молодежного парламента встретился председатель собрания представителей Заречного Сергей Рузакин. Спасибо за вашу активность. Наталья Алдаева первая заявила о желании стать членом молодежного парламента. Анкету кандидата она заполнила на организационной встрече и сразу же передала ее председателю собрания представителей Заречного Сергею Рузайкину. Решение поработать в молодежном парламенте девушка приняла не раздумывая. Я уже представляю, что это такое. Я еще состою в совете молодых работников ПО «Старт», мы тоже активничаем, и поэтому для меня это не впервые. Я представляю, что вообще и как. Свои идеи воплощать это, я считаю, что это очень интересно. Планируется, что молодежный парламент начнет работать в городе уже в ближайшее время. Он станет совещательным органом собрания представителей Заречного. Этот институт, скажем, молодежной политики, молодежный парламент, он достаточно активно развивается, присутствует... Сегодня у нас есть молодежный парламент при ЗАГСОБРе в Пенинской области, есть молодежные парламенты в районах при собраниях представителей, есть молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации, там есть представители от Пенинской области. То есть, в принципе, такая интересная институт, интересная вертикаль. Кандидаты в члены молодежного парламента определены оргкомитетом по результатам проведенного в апреле молодежного форума. В совещательном органе собрания представителей Заречного будут 24 человека в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них школьники, студенты вузов, работники предприятий, организаций и учреждений города. Главное, чтобы был порыв внутренний для того, чтобы себя проявить и реализовать себя через интересы в городе. Для нас молодежный парламент – это площадка для молодых людей, для того, чтобы они себя могли проявить. А мы вместе с ними формировали молодежную политику. На организационном собрании Сергей Рузакин предложил всем кандидатам, желающим поучаствовать в работе молодежного парламента города, заполнить анкеты и в ближайшее время направить их в оргкомитет. Окончательный состав утвердят депутаты собрания представителей Заречного на очередной сессии. После этого состоится первое заседание молодежного парламента. Оно пройдет во второй половине июня. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Городские службы экстренного реагирования в 10 утра 8 июня были подняты по тревоге для оказания помощи человеку, терпящему бедствие на лесном пруду. Утопающего, в роли которого выступил профессиональный спасатель, удалось вытащить из воды. В зоне отдыха прошли тактико-специальные учения по оказанию помощи терпящим бедствия на воде. Холодное лето 2017-го не располагает к принятию водных процедур, но разве что в банке. Однако для службы экстренного реагирования это не повод отказаться от запланированных тренировок по защите граждан от несчастных случаев на водных объектах. Плановые тактико-специальные учения прошли в зоне отдыха «Лесная», отрабатывались действия по спасению человека, терпящего бедствия на воде. По легенде учений, купальщик заплыл за буйки и стал тонуть. Дежурные матросы-спасатели комбината благоустройства вытащили мужчину из воды и на лодке подвезли его к берегу, где медработник оказал ему первую доврачебную помощь. По тревоге на место ЧП прибыли сотрудники полиции, поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты, скорой медицинской помощи. Спасатели передали пострадавшего врачам, которые увезли мужчину в медсанчасть. Вся операция по спасению утопающего заняла около пяти минут. Действие служб следует оценить как положительные. Оценка за такти-специальные учения удовлетворительная. Действия служб были слаженными и реагирование оперативное. Но, как говорится, на Бога, а в данном случае на спасателей, надейся, но сам не плашай. На месте утопающего, чью роль в данном случае исполнял профессиональный спасатель, может оказаться каждый. Но как выручить человека из беды, если рядом нет специалистов? И здесь владение элементарными навыками доврачебной помощи в прямом смысле жизненно необходимы. Если человек не дышит, нужно попытаться освободить ему дыхательные пути. В общем, положить его на живот. Лучше перегнуть через колено, чтобы вода вытекла из легких. Потом надо приступать к искусственной вентиляции легких. Проще всего это делать методом изо рта в нос. То есть через небольшую марлю, либо платочек, выдыхать воздух в нос пострадавшего. Делается два вдоха глубоких, выдыхается воздух, и потом начинаются массажные движения грудной клетки. Соотношение вдохов и массажных движений 2 к 30. На два вдоха делают 30 массажных движений. В Пензенской области лишь два пляжа полностью соответствуют всем требованиям безопасности и санитарных норм Лесной и Лермонтовский пруды Заречного. Рассчитывать на помощь профессионалов в других местах отдыха не стоит. И советы врача скорой помощи каждый должен усвоить, как дважды два. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». 8 июня в Доме культуры «Дружба» принимали поздравления с профессиональным праздником те, чья работа – утешать, поддерживать, помогать в решении житейских проблем. День социального работника отмечается ежегодно. Праздник был установлен в 2000 году, но его история уходит своими корнями в далекое прошлое. Еще в 1701 Петр I подписал указ о создании богаделин для престарелых, нищих и больных. Профессия же социального работника появилась в России лишь в 90-е годы 20-го столетия. Благородная и гуманная миссия сотрудников соцсферы – помощь наиболее незащищенным людям. Это и пенсионеры, и малообеспеченные семьи, и люди с ограниченными возможностями здоровья – все, кто попал в непростую жизненную ситуацию. В день профессионального праздника лучшим зареченским соцработникам вручили благодарности Министерство труда и социального развития Пензенской области, почетные грамоты и благодарности главы Заречного и городского департамента социального развития. Ваша профессия – это призвание. Призвание неравнодушных, по-настоящему гуманных людей, готовых прийти на помощь в любую минуту, именно к тем, кто больше всего в ней нуждается. И вы отлично с этим справляетесь. Ваше большое доброе сердце открыто для всех. О работе департамента социального развития Заречного и оказываемых услугах мы сегодня поговорим с начальником департамента Дмитрием Мельниковым. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. 8 июня девятиклассники сдали очередные экзамены по выбору. В один день проводилось сразу четыре выпускных испытания. Школьники выполняли работы по информатике, химии, географии и обществознанию. Самой популярной стала наука о земле. Задания по географии выполняли 162 человека. Чуть меньше, 155 школьников сдавали общество знания, 26 химию и 28 информатику. На этом основной период государственной итоговой аттестации у девятиклассников завершился. Еще раз прийти в пункт проведения экзамена придется тем ребятам, у которых два выпускных испытания по выбору пришлись на один и тот же день. Пересдать работу смогут те, кто получил неудовлетворительную оценку только по одному из четырех предметов. Резервные дни для сдачи обязательных государственных экзаменов у девятиклассников с 19 по 29 июня. Стали известны итоги первого обязательного государственного экзамена девятиклассников русского языка. Этот предмет ребята сдавали 30 мая. Работы выполняли 390 человек. Напомню, что за экзамен выпускникам основной школы выставляется отметка по пятибальной системе. Большинство девятиклассников города – 78,7% – за работы получили четверки и пятерки. Средний балл по Заречному составил 4,1%. Не справился с работой только один школьник. Жители Заречного вновь могут помочь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. 9 июня в городе пройдет очередная донорская акция. Ее организует региональный благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» при содействии Клуба стратегического развития города. Принять участие в акции могут все взрослые жители Заречного, не имеющие проблем со здоровьем. Передвижная станция по переливанию крови будет работать с 9 до 13 часов на площади Дворца культуры «Современник». Потенциальному донору при себе необходимо иметь паспорт. Напомним, предыдущая благотворительная донорская акция прошла в Заречном 2 июня. Тогда зареченцы сдали 21 литр крови. Ее передали в детское отделение областного онкологического диспансера. Школьники, отдыхающие в городских оздоровительных лагерях, вступили в борьбу за призы межлагерной спартакиады. В каждой смене пройдут соревнования по дартсу, легкой атлетике, скиппингу, прыжках через скакалку и мини-футболу. Спортивная подготовка школьников получит общую оценку в конце летней оздоровительной кампании. В первой смене уже прошли состязания по дартсу. Вторым этапом спартакиады стал командный бег. Две недели в Заречном будет проходить спартакиада для детей, отдыхающих в летних городских лагерях. В ее рамках ребята примут участие в соревнованиях по нескольким видам спорта. Пять дисциплин. Это дартс, комбинированные эстафеты, командный бег и еще мини-футбол, который у нас длится несколько дней. На первом этапе спартакиады ребята соревновались в меткости, играя в дартс. 8 июня на стадионе Фока Лесной юные спортсмены участвовали в командном беге. Командный бег интересен для наших детишек тем, что он отличается от других гладких видов. В командном беге одновременно стартует 8 человек. Вся команда, 4 мальчика, 4 девочки. И время берется на финише по последнему участнику. То есть здесь сразу видно в команде сплочение, насколько она дружна, насколько каждый сильный участник может готов помочь финиширующим, кто идет последним. Соревнования по командному бегу продлятся два дня. На следующем этапе ребятам предстоит состязаться в скиппинге, прыжках через скакалку. Спартакиад у детских городских лагерей планируется завершить 20 июня. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Прервемся на короткую рекламу, после которой нас ждет встреча с начальником Департамента социального развития «Заречного» Дмитрием Мельниковым. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Слава Дефис Созидателем Слава Дефис Созидателем Превратите труд в удовольствие вместе с магазином «Наша дача». Огромный выбор семян, грунтов, удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей, укрывной материал и садовый инвентарь. Приходите в магазин «Наша дача» по адресу Заречный, улица Комсомольская, 12, дробь 2, бывшее отделение Сбербанка. Телефон 256797. Оборудование «Тамаша» будет производить высококлассный бензин. «Росатом» отмечен правительством за вклад в экологию. «Снежинску» рассказали о легендарном министре. Смотрите в среду в 20.00. Медиклиник. Современная многопрофильная клиника. Инновационные медицинские технологии. Врачи более 40 специальностей. Медиклиник. Путь к здоровью всей семьи. Надежные кондиционеры «Зануси». Всего 15900 рублей. Телефон 23-24-04. С компанией «Рестой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник департамента социального развития города Заречного Дмитрий Мельников. Добрый вечер, Дмитрий Александрович. Добрый вечер. Мы вас пригласили не случайно. Сегодня, в этот день, 8 июня, отмечается День социального работника России. Праздник очень старый, установленный еще в Петровские времена. Вот хотелось бы, чтобы вы сегодня рассказали о своей работе, о работе ваших сотрудников. Потому что многие зареченцы, которые не сталкивались с департаментом социального развития, плохо себе представляют специфику и вообще, что же это за структура, и что за люди там работают, чем они занимаются. Спасибо за поздравления. В настоящее время в городе социальную защиту и социальную поддержку граждан осуществляют два учреждения. Это, собственно говоря, сам департамент социального развития и подведомственное учреждение, комплексный центр социального обслуживания населения города Заречного Пенинской области. Одной из основных деятельностей Департамента социального развития является осуществление государственных полномочий как федерального, так и регионального, так и субъекта Российской Федерации. Основной мерой поддержки социальной из местного бюджета является поддержка семей с детьми. Также Департамент социального развития включает деятельность по обеспечению равных условий для людей-инвалидов. С целью реализации данной программы, а данная программа рассчитана на 2016-2020 год, проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры, необходимых для людей-инвалидов, составлена дорожная карта по взаимодействию между структурами власти. И также создана в настоящее время рабочая комиссия для обследования места жительства инвалидов и многоквартирных домов с целью приспособления их, чтобы элементарно поставить пандусы, либо как-то другими способами помочь этим людям передвигаться, чтобы они включались в нашу жизнь, чтобы они были у нас мобильными. Следующее. В городе организована служба социального такси, которая предназначена для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для детей-инвалидов, не достигших возраста 18 лет, которые также имеют данные нарушения. Кроме того, работает пункт проката, в котором можно взять на прокат любые средства для реабилитации. Это костыли, трости и так далее и тому подобное. Кроме того, реализуются другие мероприятия, программы по социальной поддержке граждан города Заречного Пензенской области за достойное воспитание детей, многодетным матерям материнской доблести. Далее проводится ежегодно чествование ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Для них проводится ежегодно вечер памяти. Кроме того, проводятся поздравления ветеранов Великой Отечественной войны ежегодно перед 9 мая. Кроме того, проводятся оздоровления и лечения на базе городского учреждения здравоохранения санаторий-профилакторий. То есть это как раз являются основными мероприятиями Департамента социального развития города. Кроме того, подведомственное учреждение, комплексный центр социального обслуживания населения оказывает следующие услуги. То есть здесь в первую очередь надо сказать, что 1 января 2015 года в 442 закон о социальной помощи были внесены изменения. И эти изменения позволили сделать социальную помощь более адресной, более эффективной. И, соответственно, мы выполняем все требования этого закона. В первую очередь, комплексный центр социального обслуживания населения проводит реабилитационные мероприятия с детьми-инвалидами. Второе направление деятельности – это дети, которые выбыли из системы образования. То есть там ведется элементарный патронаж, чтобы у нас дети были под присмотром, чтобы у нас с этими ребятами было все хорошо. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних – это как раз где в основной своей массе дети-инвалиды – насчитывает 99 детей на настоящий момент. Использование в реабилитации новых методов и технологий способствует расширению спектра предоставляемых услуг детям-инвалидам и их семьям и значительно улучшает их качество, позволяет проводить реабилитационные мероприятия на современном уровне. С 2016 года несовершеннолетним предоставляются платные дополнительные социальные услуги, включая детей, проживающих за пределами ЗАТО, города Заречный. В работе с пожилыми гражданами и инвалидами к ООН используются различные стратегии и инновационные подходы. Так, среди граждан, состоящих на обслуживании в доме интерната, а сейчас в доме интерната находится 60 человек, с каждым годом увеличивается количество тяжелобольных и немощных людей, находящихся на постельном режиме и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении. С целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг в структуру дома интерната было введено подразделение «Милосердие». Ну что ж, Дмитрий Александрович, я благодарю вас за участие в нашей программе и у вас есть уникальная возможность обратиться с поздравлением к вашим коллегам. Уважаемые коллеги, как сказал Платон, стараясь обеспечить счастьем другим, мы обретаем свое собственное счастье. Этот год знаменательный для всей нашей службы. Сегодня исполняется 25 лет со дня ее образования. И в связи с этим мне вдвойне приятнее поздравить вас с этим праздником и поблагодарить за ту самоотверженность, за тот опыт, за то человеколюбие, которое каждый день вы показываете в своей работе. За то, что вы не остаетесь равнодушными к людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. От чистого сердца я желаю, чтобы все то, что вы отдаете людям, вернулось к нам в виде собственного счастья. Спасибо еще раз и с праздником. Спасибо вам, Дмитрий Александрович, за участие в нашей программе. Спасибо вам за ваш труд и всего вам самого доброго. Это все, о чем мы успеем рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. И до встречи на канале Заречный. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!